Добрый день, дорогие трейдеры! Сегодня вторник, 11 августа. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. На открытии вчерашней американской торговой сессии канадский доллар смог скорректировать свое положение по отношению к конкуренту из соседней страны США. Несмотря на заявление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера о том, что американская экономика близка к полной занятости, канадский доллар все же смог найти силы для сопротивления доллару США. Котировка американский доллар против канадского в понедельник направилась вниз, преодолев уровень закрытия недельной сессии на отметке 1.3140. В первые часы американской сессии Кадди отыграл порядка 60 пунктов. График опустился ниже отметки 1.31. В своем интервью агентству Bloomberg Стэнли Фишера отметил, что единственным неприятным моментом в характеристике американской экономики является низкая инфляция. Однако, по его убеждению, это временное явление. Именно поэтому, вполне вероятно, на очередном собрании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет принято решение о повышении размера ключевой процентной ставки. Около 52% участников рынка уверены в таком исходе. Содержание интервью поддержало курс американской валюты. Так, пара доллар-иена возобновила восходящее движение. Но почему же тогда американцу не удается подрасти в паре с канадцем? Причина в коррекции на товарном рынке нефти. Котировка на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась в ходе вчерашних торгов на 1 доллар 60 центов США. Цена за один баррель подобралась к психологической отметке в 50 долларов. Так, цены на сырье, приостановившие свое падение, оказали весомую поддержку канадскому доллару.